Пятиклассники, здравствуйте! Мы продолжаем изучать историю в пятом классе. Видеозанятие девятое, тема двуречия, древний Вавилон. То есть мы переходим к изучению древней Западной Азии. И начинаем с древнего двуречия, с так называемой страны двух рек. Эта страна лежала между, лежала, вернее, в настоящее время, время этой страны не существует. Так вот, эта страна лежала между двумя большими реками, Евфратом и Тигром. Отсюда ее название – Междуречия или Двуречия. Почти в южном двуречии удивительно плодородны почвы. Так же, как Нил в Египте, реки Евфрат и Тигр дарили жизни и процветание этой теплой стране. Но разливы рек проходили очень бурно. Порой потоки воды обрушивали с населения и пастбища, сносили жилища, сносили загоны для скота. Приходилось строить насыпи по берегам, чтобы наводнением не смывало посевы на полях. Для орошения полей и садов рели каналы, арыки. Государства возникли здесь приблизительно в то же время, что и в Древней Египте, то есть в долине Нила. Более пяти тысяч лет тому назад. Древним народом, создавшим первое государство в Двуречии, были шумеры. Многие поселения древних шумеров, вырастая, превращались в города, центры небольших государств. Города обычно стояли на берегу реки или возле канала. Жители плавали между ними на суденышках, сплетенных из гибких веток и обтянутых кожей. Из многочисленных городов самыми крупными были город Ур и город Урук. В Южном Двуречии нет ни гор, ни лесов, а значит не могло быть строительства из камня и дерева. Дворцы, храмы, жилища, жилые дома, все здесь сооружали из глины, из больших глиняных кирпичей. Дерево, конечно же, было, но оно было привозное, как бы сказали сейчас, импортное. И оно стоило чрезвычайно дорого. Деревянные двери, например, имелись лишь в очень богатых домах, а в бедных домах вход закрывали простой тряпкой или циновкой. Топлива в Двуречии было также мало, и кирпичи не обжигали, а просто выкладывали на солнце и обжигали солнцем. Не обожженный кирпич легко крошится, поэтому оборонительную городскую стену приходилось делать такой толщины, чтобы по верху могла бы проехать целая повозка. То есть ширина достигала от трех до шести метров. Башни также возводили очень высокие, как тогда говорили башни от земли до неба. Над приземистыми городскими постройками возвышалась ступенчатая башня, уступы которой поднимались к небу. Так выглядел храм Бога, покровителя города. В одном городе это был Бог Солнца или Шамаш, в другом Бог Луны или Син. Все почитали Бога воды Эа, ведь он питает влагой поля, дарит людям хлеб и жизнь. К богине плодородия и любви Иштар люди обращались с просьбами о богатых урожаях зерна и о рождении детей. Только жрецам было позволено подниматься на вершину башни, в святилище. Те, кто оставался у подножия, верили, что жрецы там беседуют с богами. На этих башнях жрецы вели наблюдения за движением небесных богов, Солнца и Луны. Они составляли календарь, вычисляя сроки лунных затмений. По звездам предсказывали людям судьбу. Ученые-жрецы занимались и математикой, число 60 они считали священным. Под влиянием древних жителей Двуречья мы делим час на 60 минут, а окружность на 360 градусов. Раскопки древних городов Двуречья, проведенные в последние 150 лет археологами, позволили найти многочисленные таблички, покрытые знаками в виде клинышков. Значки эти выдавлены на табличке из мягкой глины, концом специально заостренной палочки. Для придания твердости исписанные таблички обычно обжигали в печи. Клинообразные значки это особое письмо Двуречья или клинопись. Каждый знак клинописи происходит из рисунка и часто обозначает целое слово, например, нога, плуг, звезда и так далее. Но многие знаки, выражающие короткие односложные слова, употреблялись и для передачи сочетания звуков или слога. Например, слово гора звучало как кур, а значок гора обозначал также слог кур, как в наших ребусах. В клинописи несколько сот знаков и научиться читать и писать в Двуречья было не менее сложно, чем в Египте, изучая иероглифы. Много лет надо было посещать школу, чтобы стать писцом. Уроки продолжались ежедневно с восхода до заката. Мальчики старательно переписывали древние мифы и сказания, законы царей, таблички ученых-звездочетов, гадавших по звездам. В школу ходили, естественно, только мальчики, то есть только мужского пола дети. Во главе школы стоял человек, которого же почтительно именовали отцом школы. Ученики же считались сыновьями школы. Один из работников школы назывался буквально так, человек с палкой. Это тот, который следил за дисциплиной и, если что, он сильно наказывал палкой. Далее в Двуречье появляется город Вавилон. И здесь же вавилонский царь Хамурапи первым, почти, можно сказать, первым на планете, издает законы общества. Законы поведения, законы экономики и так далее. Законы государства, которые как раз возникало. Города Двуречье долго воевали между собой. Кому из них быть главным городом Двуречье, победил в этой борьбе город Вавилон, под властью которого и объединилось все Двуречье. Ну, или практически все. Располагался Вавилон в очень удобном месте, в самом центре Двуречье, там, где близко сходятся Тигр и Евфрат. По рекам купцы доставляли товары. По степям, горным тропам и пустыням, издалека в Вавилон шли торговые караваны. Сюда привозили строительные лесы, металлы, а вывозили зерно и овечью шерсть. Самым могущественным и знаменитым царем, как я уже его вам называл, это знаменитым царем Вавилонского царства, был царь Хамурапи. Он правил с 1792 по 1750 годы до новой эры. Хамурапи утверждал, что получил он власть непосредственно от богов. Археологи совсем недавно, около 150 лет назад, нашли большой столб из черного камня. Со всех сторон он был покрыт ровными рядами клинописи. В верхней части камня находилось примерно такое изображение. На троне восседал бородатый бог высокой коронии, а перед ним, ростом пониже, в почтительной позе стоит царь. Это с одной стороны бог солнца, Самар, вручает Хамурапи жезл, знак власти над людьми. Солнце видит все, что совершается на небе и на земле. Самар, небесный судья и владыка, Хамурапи земной судья и владыка. И главный инструмент у земного владыки, это царские законы. Главное, что было написано как раз на черном камне, это законы Хамурапи. По этим законам, установленным царем, люди должны жить определенным образом, о суде разбирать все споры между людьми. И жители Валионии знали, что за нарушение законов их постигнет очень суровое наказание. В надписи на камне царь угрожает будущим правителям, которые посмеют выскоблить или изменить законы. Боги тогда нашлют на всю страну врагов, голод, потоп из-за разной болезни. Ведь царские законы – это воля самих богов, и она неколебима во веки веков. Порой судьям приходилось прямо спрашивать у богов, как решить то или иное дело. Ведь не всегда удавалось найти свидетелей преступления. Обвиняя его тогда вели к реке и заставляли погрузиться в воду. Если он тонул, значит, бог реки забрал его к себе, как виноватого. Если же ему удалось выкарабкаться, как-то выплыть, то он чист перед богами и невиновен. В Древней Вавилонии преступников обычно заставляли испытать то же самое, что они причиняли свои жертвы. Хаммурапи видел справедливость в том, чтобы отплатить, как говорится, око за око и зуб за зуб. Не причиняя другому такой обиды, которую сам не хочешь испытать. Такое было главное правило закона Хаммурапи. А вот законы о рабах, они несколько иначе протрактовывались. Не все в Вавилонии были таким образом равны перед законом. Когда в законах Хаммурапи говорилось человек, то имелось в виду лишь свободные люди. А ведь были еще и рабы. И если раб оскорблял свободного человека, то по закону Хаммурапи ему отрезали ухо. Не язык или пальцы, а именно ухо, чтобы не лишить раба возможности трудиться и отвечать на вопросы господину. Убежать с отрезанным ухом было невозможно. Все знали, это раб, к тому же строптивый. Рабу покупали и продавали так же, как домашних животных и всякое ему иное имущество. А если по чьей-либо вине чужой раб потерял жизнь, то виновный должен был только заплатить цену раба, заплатить хозяину или отдать своего. Некоторые вавилоняне были предельно очень богаты. Они владели обширными полями и садами с виниковыми пальмами. По их приказу отправляли товары в другие города с караванами или на кораблях. Но было и множество бедняков. Иногда бедняку не хватало урожая, чтобы прокормить семью, отдать налоги царю, засеять поле с минами. Он просил богача дать ему зерно в долг. Но долги росли. Если бедняк брал в долг пять мешков зерна, то через год обязан был вернуть уже шесть мешков. Некоторые люди наживались на том, что давали имущество в рост. Или, как сказать бы по-современному, под проценты. Их называли ростовщиками. Ну, от слова давать в рост. Порой подходил срок возврата долгов, а платить-то бедняку нечем. Тогда богач требовал, отдавай сына или дочь, или свою жену. Они будут работать у меня в доме, как рабы. Богачи хотели бы навсегда поработить своих должников. Но Хамурапи повелевает. Работать на хозяина он должен лишь три года, а потом его следует отпустить на свободу. Если должник отдавал ростовщику своего сына, продать его ростовщик не мог. И убить его он не имел права. Иначе у него самого в наказание убивали сына. Так царь Хамурапи защищал своих подданных от обращения в рабство. Но если семья бедняка голодает, ему придется снова делать долги. И снова отдавать детей богачу. Хамурапи не видел в этом несправедливости. Ведь такой порядок тоже установили боги. Если люди свободные, а есть рабы, есть богатые, а есть нищие. Вот несколько положений из законов Хамурапи. Они короткие и четкие. Например, если человек украл имущество храма, он должен быть казнен. Если человек украл осла, отцу или раба, он должен быть казнен. Если человек ударил отца, ему следует отрубить руку. Если человек выбил зуб человеку, ему самому следует выбить зуб. Если человек выколол глаз, человеку самому следует выколоть глаз. Выколоть глаз. Если человек не укрепил насыпь на своей земле, и вода затопила поля соседей, Пусть возместит им все убытки. Если ему нечем платить, следует продать все его имущество и его самого. А полученное серебро пусть соседи разделят между собой. Вот таковы сведения по этой теме. А именно двуречия Вавилона. Спасибо за внимание. Следующее занятие, 10-е, будет посвящено теме финикийцы. Финикийцы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok